Богословская задача Даши Корейки Благодаря знанию богословия человек может отвечать на любой вопрос по теме религии и тем самым предотвращать злоупотребление и психологические манипуляции с использованием религии. Богословие постоянно развивается и совершенствуется, и во все времена есть темы для богословских диспутов. Сейчас мы расскажем про актуальную богословскую задачу, которую при современном богословии не имеет однозначного решения. Возможно вообще не имеет решения, потому что над ней никто не задумывается, ибо всем пофиг. Это потому что всем пофиг! Эту задачу сформулировали независимые православные блогеры Колян Платков и Лена Магадан. То есть мы. И назвали в честь блогерши. Или все-таки в честь блогера. А мне пофиг. И мне пофиг. А мне пофиг. В общем, этого человека зовут Даша Корейко. И этот человек родился мальчиком. Я родился мальчиком, стал девочкой. Сделал операцию по смене пола. И теперь по внешности и по документам девочка. По-научному трансгендер. Вот формулировка задачи. Любые сходства с реальными людьми – случайность. Жил-был мальчик Максим. В сознательном возрасте он осознал, что Иисус Христос – истинный Бог наш. И покрестился в русской православной церкви. Спустя некоторое время этот мальчик осознал, что то, что он мальчик – это ошибка природы. Благодаря современной науке он исправил эту ошибку и сменил пол. И по внешности и по документам стал девочкой Дашей. При этом его религиозные убеждения не изменились. Здесь речь идет не про конкретного человека. То есть религиозные убеждения настоящей Даши Карейки здесь ни при чем. Речь про само явление смены пола, которое по мере развития науки становится все более и более доступным и распространенным. А по мере изменения морали и нравственности перестает быть табуированным. В принципе, в древние времена мальчики и девочки иногда косили под противоположный пол путем переодевания. Например, Жанна Дарк. Но это было именно переодевание и обман, а не настоящая смена пола. И поэтому таких людей можно было отлучать от церкви, убивать, ну или не замечать. Нет человека – нет богословского вопроса. А богословская проблема такова. Если заново крестить сменившего пол человека с новым титулом «раб Божий» или «раба Божья» и с новым именем, соответствующим этому полу, то будет противоречие пункту символа веры – веру и воедино крещение. Крещение должно быть одно, потому что это новое рождение человека с новыми параметрами, по которым он пригоден для действия Божьей благодати и для жизни в Царстве Небесном после смерти. Но на практике случаются и повторные крещения. Например, меня крестили в детстве. Я после этого была эзотериком и сатанистом, и после этого меня крестили заново, потому что епископ признал первое крещение в несознательном возрасте недействительным. А в богословской задаче сказано, что мальчик Максим крестился в сознательном возрасте осознанно. Если не крестить заново, то получается нарушение религиозных гендерных запретов и предписаний, в частности про брак и священство. Если девочка Даша, которая по церковным документам по-прежнему мальчик Максим и перед Богом мальчик, хочет выйти замуж за мальчика, назовем его Андрей, и по гражданским законам выйдет без проблем за него замуж, то получается, что в чинопоследовании надо читать «Венчается раб Божий Андрей с рабом Божиим Максимом». Представляете, какой будет скандал? Венчать двух мужчин запрещено канонически. Христианский брак совершается. Только над мужчиной и женщиной, да и то не над любыми. А еще мальчик Максим мог бы стать священником и уже будучи в священном сане, сменить пол. По канонам священник должен быть только мужчиной. Я понимаю, что девочке, которая родилась мальчиком, можно отказать в венчании, а священника, который стал девочкой, извергнуть из сана. Но это не будет решением богословской задачи. Это будет уход от решения задачи. В четвертом веке тоже можно было бы не спориться с орианами, которые отрицали божественную природу Иисуса Христа, а просто поубивать их, как поступили в пятнадцатом веке со сторонниками Яна Гуса. А неизвестно, кто кого бы тогда переубивал. Ориане были сильнее, чем гуситы, и их было больше. Но христиане в то время были менее агрессивными, но зато более прогрессивными. Если бы Дашу перекрестить, то у нее было бы новое христианское имя, и правильный пол, и проблемы не было бы уже. А пока ее не перекрестили, она вроде бы как не крещена. Но ведь она, или он, или оно уже крещено. Человек тот же, личность та же. Собственно, вот в этом и заключается сложность богословской задачи. Требуется богословское объяснение с точки зрения православного богословия, с опорой на Библию, с опорой на канонические правила, крестить или не крестить человека, сменившего пол. Наука и медицина развиваются. Возможно, скоро пол менять будет так же легко, как покрасить волосы. Я покрасила волосы, и мне пофиг. Иду на концерт известного певца и становлюсь девочкой, иду на концерт известной певицы и становлюсь мальчиком, а на следующий день иду в церковь. И как быть? Нам, конечно, пофиг, но мы любим богословские диспуты, потому что они способствуют изучению религии и духовной добродетели по имени богопознания. В общем, чтобы оживить скучную беседу со священником, предложите ему решить богословскую задачу Даши Карейки, задав вопрос в прямом эфире на канале Спас, например. Ну и, конечно же, пишите в комментарии к этому видео ваше решение этой богословской задачи.